Харьковщина получила более 42 миллионов гривен дополнительной образовательной субвенции. По словам вице-губернатора Юлия Светличной, эту сумму изыскали в результате перераспределения средств государственного бюджета 2015 года. Этим вопросом на уровне Кабинета министров занимался личный руководитель области Игорь Райнин. Часть из них пойдет на закупку новых школьных автобусов, программу по которой мы продолжим в 2016 году. Часть из них пойдет на закупку первой части школьных учебников, наконец-то, для четвертых-седьмых классов. И на нее пойдет около 4 миллионов гривен. Часть выделена на обновление материально-технической базы опорных школ, а также на защищенные статьи, которые позволят уменьшить задолженность по энергоносителям, а также выплатить заработную плату всем учителям сферы образования. По словам Юлии Светличной, сейчас в Харьковской области есть около 30% от необходимого количества учебников для четвертых и седьмых классов. И издательство готово передать их на баланс школ. Вице-губернатор отметила, что Харьковщина, как крайняя мирная точка Украины, находится в достаточно сложной ситуации. Официально в регионе зарегистрировано более 205 тысяч переселенцев из зоны АТО. С бюджетом, который был рассчитан только на жителей области, сложно выполнять все функции. Благодаря тому, что есть понимание со стороны органов государственной власти, непосредственно лоббизм главы области, нам удается получать из государственного бюджета дополнительные средства для обеспечения и медицины, и сферы образования, и культуры, и спорта, чтобы область жила в нормальном, спокойном ритме и обеспечивала социально-экономическое развитие. Продолжение следует...